приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том как правильно пила подавать милостыню что можно делать как правильно это делать для того чтобы привлекать и не забирать деньги из своей жизни обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете много полезной важной и интересной информации а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому действительно эта информация будет полезна и важно но для начала мы предлагаем вам ответить на вопрос суеверный ли вы человек если ответ да то вы наверняка знаете что такое энергия денег ощущаете ее когда например держите купюры в руках и проходя мимо бедного человека вам сама совесть часто подсказывает как поступить правильно и как помочь тому или иному человеку если вы в этот момент ощущаете дискомфорт то наверняка делайте что-то не так и чтобы понять что именно давайте мы об этом далее по поговорим и именно эти советы а помогут вам сохранить и не потерять ваши деньги момент совершения благих дел как предпочтительно давать деньги нищим которые сидят возле храма часовни церкви возле входа на рынок на автобусных остановках возле входа в гостиницу и возле других святых мест помните о том что подавать милостыню всегда нужно только правой рукой левой это делать запрещено потому что считается что вы творите правое дело когда подаете милостыню одновременно говорите следующие слова да не оскудеет рука дающего человека и делать это лучше на выходе в здание или помещение с осторожностью следует давать деньги молодым людям в случае злого умысла они могут забрать вашу энергию силы и здоровья помните о том что подавать милостыню следует извините что подавать милостыню по средам нельзя считается что в этот день вы можете отдать успех собственных делах то же самое касается и дня крестин если человек стоит с головным убором в руках воздержитесь от подаяния потому что кепка или шапка должна именно лежать рядом они в руках подавая деньги около загса особенно в утреннее время вы можете обречь себя на счастливую семейную жизнь и на скорый брак также хорошие приметы считается покупка цветов на вокзале помните в таком случае считается что дорога будет хорошей и без неприятностей хотим ожидать несколько полезных советов касательно к того что вы кому-то хотите помочь деньгами воздержитесь от подаяния мелочи которую получили в качестве сдачи от покупки хлеба а также соли запомните это подавая деньги ни в коем случае не смотрите в глаза нищему потому что это считается достаточно плохой приметой женщинам лучше всего подавать серебряные монетки а мужчине медные монетки этап самому поможет не остаться в бедности категорически не рекомендуется подавать монеты с четным числом 2 10 следует ограничиться нечетными монетами также запрещено отдавать любые виды бумажных купюр даже если они и имеют небольшой номинал хорошим знаком считается встреча в дороге собаки или бродяги это означает успех во всех начинаниях если вы хотите привлечь здоровье в свою жизнь подавая нищему деньги знаете несколько важных правил и так чтобы привлечь свою жизнь здоровье нужно знать некоторые правила запомнить нельзя давать деньги людям которые сидят на перекрестках то есть это возле перехода около больниц и прочих медицинских учреждений не рекомендуется жертвовать мужчинам средних лет считается что вы так отдаете свою молодость и благополучие продавец который обманул покупателя взваливает на свои плечи дополнительные трудности то есть болезни а если покупатель сам оставляет сдачу за покупку это достаточно хороший знак он таким образом направляет положительную жизненную энергию как вы можете привлечь свою жизнь любовь в целях привлечения любви деньги следует только жертвовать праздничные дни а также в определенные дни неделя недели удачными считаются пятница и суббота рекомендуется подавать маленьким деткам и людям пожилого возраста детям лучше давать не деньги а продукты питания это может быть хлеб молоко конфеты и или спросить у ребенка чтобы он хотел чтобы вы ему купили но опять же в рамках разумного если не нищий просит милостыню собакой человеку обязательно помогите а вот животному дайте корм если старик продает что-то на рынке купите у него там товар так вы поможете бедному не пропасть голоду слепому лучше помогать не произнося при этом ни единого слова а как же привлечь деньги в свою жизнь чтобы самому не нуждаться в деньгах давать милостыню лучше всего по понедельникам если вам человек называет например какую-то определенную сумму в которой он нуждается то лучше отдать ровно столько сколько он просит деньги следует оставлять в коробке или в шапке помните никогда не даем деньги в руки нельзя расставаться с деньгами в день своего рождения на выходе с бара или с ресторана если вы сомневаетесь в искренности нищего лучше пройдите мимо и не помогайте ему и не забывайте про улыбку потому что она является лучшим вознаграждением сегодня друзья мы хотели самим поделиться вот теми советами рекомендациями которые остались нам от предкам касательно того как же правильно подавать милостыню в какие дни можно в какие дни нельзя и как правильно подавать деткам например и людям пожилого возраста если ваше сердце говорит тот момент когда вы проходите возле нищего или бродяги что вам не хочется это делать никогда не делайте бывают моменты что на нас нахлынет что-то и мы хотим пойти купить булочку и отдать бабушке сделайте это таким образом скорее всего люди которых нет уже в жизни ваши какие-то близкие родственники или кто-то из вашего рода таким образом просят у вас чтобы вы покормили человека а они получили именно эту энергетику от вас кроме того если вы знали знаете о том что в ближайшее некоторое время назад ушел из жизни ваш любимый родной человек и к вам подходит бабушка возможно ребенок как правило или мужчина достаточно пожилого возраста и просит доченька купи мне пожалуйста булочку или купи мне что-либо знаете это скорее всего просит ваш родной человек которого уже нет физическом мире обязательно пойдите купите именно те продукты питания например булочку например возможно любил сосиску да в хлебе или еще что-то ли пиццу любил не надо что-то сверхестественное не надо покупать самое дорогое нет купите то что любил ваш близкий человек физическом плане если он любил например питью там тархуну купите значит бутылочку тархуна или невозможно он любил какой-то другой напиток для чай с лимоном купите отдайте бабушки и это просят так родственники возможно вы не осознаете не понимаете но это так